За 2000-е годы Центральный банк способствовал политике дедоларизации экономики. То есть достаточно стабильный рубль, более того, растущий рубль, как правило, в течение 2000-х годов, и даже после кризиса 2008-го года, он привел к тому, что население основные свои резервы, сбережения формирует в рублях. Однако последняя ситуация с ослаблением рубля, она привела к тому, что часть населения перевела сбережения в валюту. То есть доверие оказалось в некотором роде слегка подорванным, хотя в базе своей, в основе своей, все-таки население доверяет рублю. И нет такой паники, какая была, например, в 1998-м году. Российская экономика крепкая. У нас много товаров, насыщенный товарный рынок, у нас хоть и небольшие темпы роста, но темпы роста, у нас низкая инфляция. И поэтому население в целом доверяет рублю. Более того, получает рубль в виде зарплат и тратит его в виде рубля. Если говорить о перспективах курса, то здесь надо сказать, что надо сравнивать, скажем, с другими примерами. Вот сейчас, с начала года, рубль упал где-то на 7%. В 2008-м году Центральный банк сознательно провел девальвацию на уровне 30%. В 1998-м году девальвация составила 400%. Сейчас, если мы начнем, посмотрим на ту точку, с которой началось падение, это был май прошлого года, то всего 18% рубль обесценился, что, в общем-то, выгодно для экономики. Другое дело, что сформированы негативные ожидания населения и, более того, ряда игроков на рынке, включая иностранные хедж-фонды, на дальнейшее ослабление рубля. Центральный банк осуществил интервенции, которые скорректировали курс рубля. Однако, мы ожидаем, что после некоторого укрепления рубля, вторая волна атаки на рубль, она может состояться. И здесь надо смотреть на политику Центрального банка. Позволит ли он дальше девальвироваться рублю выше 7% по отношению к началу этого года, или 18% к началу вообще вот этого снижения, или он остановит. Я думаю, что мы можем увидеть более низкие уровни курса рубля, то есть более высокие уровни курса валюты к середине года. Но там надо будет смотреть, как ведет себя, там надо изучать ситуацию в контексте, надо будет посмотреть, как ведет себя мировая экономика и российская экономика. К примеру, если российская экономика будет демонстрировать хорошие темпы роста, у нас, возможно, повысятся процентные ставки, и тогда, и при сохранении факторов, таких как положительный сальдо торгового баланса, нам все-таки за счет экспорта притекает в сторону валюта больше, чем ее утекает, мы можем получить некоторое укрепление рубля. То есть я думаю, что волатильность на рынке сохранится где-то до середины этого года. И мы можем увидеть уровни 37-38 по рублю. Однако потом, я думаю, что, скажем, конец года мы встретим с уровнями 35, 34,5, 35, 35,5 для рубля, что будет означать девальвацию по отношению к этому году в районе 80%, но не очень сильную, которая выгодна экономике.